Штормовое предупреждение объявлено в Кустанайской области из-за возможных подтоплений. Основная причина повышения уровня воды в реках. Пока в одних населенных пунктах принимают меры по откачке воды, других радуются расчищенным дорогам. В одной из таких через двухметровые сугробы к трассе пробираются жители села Харьковка. Как перезимовали сельчане, узнавала Наталья Строкова. Жители Харьковки от трассы отделяют вот такой двухкилометровый снежный туннель. Проехать по нему машина может только лишь в одном направлении. Чтобы расширить дорогу, требуется тяжелая техника. В Харьковке 50 дворов и чуть больше сотни жителей. Практически каждый из них побывал в снежных заносах. А Гаухаржа Киеновой, будучи в интересном положении, не раз приходилось выталкивать машину из заносов. Сидим неделями без дороги. Перед вашим приездом почистили дорогу. А так вообще нельзя было выехать, две недели сидели без ничего. Даже вот дети сидели, не могли на учебу уехать. До ближайшей больницы из села 20 километров. Когда дороги запечатаны, вся надежда на сельскую медсестру. Но и она бывает бессильна, когда в местном фельдшерском пункте заканчиваются лекарства. Когда дорога закрыта, мы не можем выехать, не можем больного отправить. Ни на анализы, за медикаментами съездить. Когда дороги нет, конечно, ничего не можешь сделать. Дорогу на трассу сельчане ждали еще и потому, что не могли вывезти больной бурцеллезом скот. В Харьковке объявлен карантин. Шестой раз с начала зимы здесь выявляют инфекцию. Вышло семь голов. Мы уже держим две недели с больным, со здоровым скотом. Осенью у нас здоровый скот зашел во двор. И весной до сих пор выявляется. И какая у нас проводится обработка, я не знаю. Кто за этим будет контролировать. На очистку снега внутри поселка жители скидываются сами. Его минувшая зима оставила много. Сейчас по улицам бурным потоком бежит талая вода. В дома пока не заходит. Подтопило лишь несколько погребов. Выезд из Харьковки местные власти обещают расчистить после паводка. Пока техника сюда доедет, есть более жизненные, необходимые участки, другие населенные пункты. Сейчас паводок идет. При первой возможности нам предоставят, обещали представить технику. Будем расширять полностью, от снега сбавляться. В регионе пик паводка. По данным чрезвычайных служб, в зоне подтопления могут оказаться 59 населенных пунктов. Сейчас сводные отряды производят откачку воды в трех районах. Наталья Острокова, Ермик Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24.